В Тверской области в рамках проведения доследственной проверки следователь и криминалист следственного комитета осмотрели жилой дом, в котором произошел хлопок газа. 25 января в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о хлопке газа в одной из квартир двухэтажного дома, расположенного в деревне Старый Погост Калининского района. В результате происшествия никто из людей не пострадал, но разрушилась одна из квартир, в других повреждены стены и выбиты стекла в окнах. По факту случившегося Калининским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. В результате происшествия никто не пострадал, произошло разрушение одной из квартир, в других повреждены стены и выбиты стекла в окнах. По факту случившегося Калининским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка. Совместно с криминалистом Следственного управления, сотрудниками МЧС и полиции произведен осмотр места происшествия, опрошен очевидцы случившегося. Следователям Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, сейчас в регионе 427 тысяч человек пользуются природным газом. По действующему законодательству именно собственник обязан следить за исправностью газового оборудования. Недавние трагические события во всех регионах страны еще раз напоминают о необходимости вовремя заключать договор на техническое обслуживание своей газовой плиты и связанного с ней оборудования. Ответственность за исправный работоспособное состояние газового оборудования законодательно закреплена за собственником либо нанимателем жилого помещения. Также основным условием поставки газа является наличие договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Его наличие обеспечивает проведение планового ежегодного технического обслуживания, что в свою очередь исключает возможные риски возникновения аварий с последующими жертвами. В чем же причина взрыва газа в жилых помещениях? Износ оборудования, недоработка газовых служб или управляющих компаний или пресловутый человеческий фактор? Основной причиной, конечно же, является этот человеческий фактор. Это несоблюдение гражданами простых норм, правил безопасности. Это использование устаревшего газоспользующего оборудования, непроведение его технического обслуживания. Использование оборудования с неисправной автоматикой безопасности, позволяющие автоматическом режиме прекратить подачу газа при выходе за контролируемые параметры. Для недопущения аварий каждый потребитель должен неукоснительно соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами, а также ежегодно обеспечивать проведение планового технического обслуживания своего газового оборудования. Нередко взрывы происходят в квартирах, отключенных от газоснабжения. А всё потому, что недобросовестные потребители самовольно подключаются к системе газоснабжения, не пускают специалистов в квартиру или используют газовые баллоны, что категорически запрещено. Особенно опасны такие действия в многоэтажках, где проживают сотни людей, и число жертв возможного обрушения на порядок возрастает. При этом обязательным условием является использование газового оборудования строго по его назначению. В соответствии с правилами безопасности, а также рекомендациями завода-производителя того или иного газового оборудования. Будьте внимательны. Обязанность допуска специалистов в квартиру возникает только при наличии заключенного договора. Часто под видом работника специализированной организации к людям пытаются попасть мошенники или торговые представители. В целях безопасности проверяйте удостоверение и наличие спецодежды с логотипом той организации, с которой у вас заключен договор.